друзья все тонироваться буду на 3 процентом оксиде а осветляться буду на 9 процентом оксиде также хочу чтобы вы меня сейчас запомнили вот в таком виде у меня корни сейчас вот приблизительно вот так вот выглядит так что запомните меня сегодня вот такой ставь палец под этим видео мы слушаем вот эту мусочку что с мы начинаем начинаем так как мне некому сегодня снять мы будем сначала замешивать нету не тонирующую маску а сначала будем с вами замешивать красочку matrix я выбрала себе специальный такой цвет что мы с вами сначала вот так вот прокалываем тюбик да и выдавливаем в мисочку нашу мисочку красочка сейчас я вам покажу как это делается вот берете и вот так вот копаете да у вас должно выйти краски ну намного намного меньше нежели вы выдавливаете обычно вот потому что где-то пол тюбика желательно сохранить вот у меня корни достаточно сильно выросли уже я не тонировалась где-то полтора месяца сейчас вы увидите что это действительно так где-то приблизительно около месяца и 18 дней я не трогала свои корни совершенно понимаете это достаточно такой долгий промежуток времени я считаю вот краска уже завоняла честно мне больше всего друзья нравится как пахнет краска вот сейчас я вам скажу вот и не напускайте я просто хочу поправить себе вот этот хохолок у меня когда я осветлялась да из черного блог то у меня некоторые волоски они просто подпадали вот я выдавила уже вот такое количество краски вот на глаз посмотрите и сейчас мы будем с вами можете сразу же не выдавливать много краски потому что там вам может показаться просто что это за много вы наложили краски вот такого количества думаю будет достаточно а потом мы с вами одеваем вот такой поросничок давайте вот одеваем вот так вот перекручиваем что я буду сейчас делать я распределяю волосы на две части головы делаю пробор вот таким планом вот вот и сейчас мы будем с вами заколочкой завязывать вот эту часть волос вот такие две маленькие дулички видите получаются мы берем это и просто вот так вот можем заколкой вот так вот зацепить что ж видите у меня вот задняя часть полностью отпала да что ж мы берем наш окислитель и замешиваем с нашей красочкой вот так вот чуть-чуть берем сверху и делаем половина у нас должна остаться на следующий раз окрашивание в общем наша краска должна вот так вот приблизительно плавать в нашей мисочки все я размешиваю размешиваем очень хорошо тщательно чтобы не было комочков вот кстати я заметила когда мы уже замешали с краской запах намного лучше становится вот такой приятный запах становится как от фирмы формавита кстати краска формавита она вот когда ее наносишь она обычная фиолетовая а там она становится розовой не знаю почему но у меня сейчас достаточно сильно форме отрасли я даже не знаю я не хвастаюсь но просто я понимаю что это очень сильно краски кстати краска серая становится вот это спец блонд да ну в общем нельзя долго краску оставлять перед тем как вы наносите что ж друзья это вот такая красочка что ж начинаем наносить я проделываю пробор еще раз и и начинаю делать вот прям возле корней давайте я начинаю берем на кисточку намазываем и чуть-чуть проводим вот по корешкам вот так вот нужно пройти я правда забыла засечь время ну где-то 6 часов сейчас по времени в общем в общем ой друзья забыла одеть рукавички ни в коем случае не забываем одевать вот такие вот рукавицы белые блин ну я как всегда порву кстати друзья у меня вот такие белые сейчас волосы как стенка честно я вам не советую такие сделать я вам честно советую вот взять просто на тон светлее осветлиться а такой прям белый как стена вот это как все девчонки да мечтают быть как белые беленькими такими как стенки да оно не очень так и красиво вам скажу честно в общем хорошо так добросовестно делаем на корешки да красочку сейчас я скажу вам сколько времени друзья сейчас 18.40 ровно в 19.00 через 20 минут действия мы будем смывать с вами этот спецбулон я просто прочитала что не больше 30 или 20 минут можно чтобы находилась краска на голове иначе это будет очень плохо также следите чтобы не попадала на лицо краски вот теперь мы гребешком берем с вами отодеваем ни в коем случае не прочесываем по длине вот мы берем эту пряску переворачиваем вот таким макаром у меня сейчас видите от порошка у меня подпадала половина волос поэтому у меня вот такая вот сейчас такой стручок стоит это все испорчены в прошлом времени мной уже с помощью порошка да волосы ну что из берем кисточку и промазываем тут хорошо спецблондов потому что это наши корни давайте получается вот такого вот вроде ирокеза что-то друзья уж если красимся то не жалеем спецблонда чем больше краски узнавала тем лучше результат и вообще ну как бы у вас просто супер прокрасится и вам целый месяц не надо будет ничего делать на голове вот и теперь мы вот эти волоски пытаемся я не знаю какой-то бумагой что ли я воспользуюсь вот этой отгородите можете воспользоваться вот смотрите берете просто и подкладываете бумажечку чтобы эта краска не краска просто не коснулась вашей длины потому что я этого не знала что вот так вот нужно заворачивать и поэтому меня постоянно волосы отпадали кстати делала я порошком очень очень много раз я очень об этом жалею ну все намазали такую линию вот красочка видите стала фиолетовой вот красочка стала фиолетовой друзья мы делаем пробор таким макаром сейчас вот тут вот задеваем и проводим вот так вот делаем так вот наверх не боимся у нас волосы не порвутся главное что мы делаем очень ровно это вот и опять таки видите у меня вот здесь вот очень сильно видно что волосы крашены видите у меня есть полоска такая оранжевая мы ее пытаемся сейчас закрасить вот наши красочка хорошенько ее постоянно каждый раз берете хорошенько смазывайте вот она у нас кстати пахнет ничего так нормальный запах вот взяли намазали намазали на кисточку вот такое количество и красим вот смотрим сколько здесь у нас надо прокрасить и прокрашиваем таким образом корни лучше красить каждый месяц и не запускать их очень сильно потому что вот эта часть как бы вот эта вот она у нас холоднее если мы делаем не вовремя то есть как бы не в нужный срок то нам потом очень сложно разобраться вот сейчас я попытаюсь себе сзади прикрасить я уже чувствую как оно печет на рот уже щипет даже немного глаза и поверьте это чувство хуже чем когда от лука да вот когда вы режете лук вот что-то подавляет это ощущение вот честно я обожаю вот свой вид вот когда друзья друзья я так обожаю свой вид вот когда я накрашусь это все и такая хожу блин вот честно я даже хотел бы какую-то прическу такую попробовать с помощью геля да классную такую прическу блин я чувствую как оно двигается там у меня на голове все давайте прорабатываем так всю нашу голову вот хорошо было бы сейчас опять поставить бумажечку берем отламываю бумажечку берем отламываю бумажечку я понимаю почему в парикмазке теперь их накладывают это ж надо для сохранения волос типа понимаете ой прокрашиваем так вот все хорошо Сейчас посмотрим, что у нас творится сзади. Видите, мы сейчас на этих частях прорабатываем их, да? Короче, и так надо проработать абсолютно всю голову. Друзья, мы когда делаем этот весь процесс, мы стараемся не делать его слишком долго. То есть проработали одну часть и сразу же переключаемся на другую. Не затягиваем этот процесс, ладно? Всё, давайте здесь мы сейчас. Хорошо, что одна бумажка. Вы предварительно перед окрашиванием все порвите на несколько штучек. Здесь корни, кстати, быстрее всего окрашиваются. Вот, в височной части за счёт тепла головы. Вот, вот эта часть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всё, мы вот так вот распределяем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, не надо много накладывать, тем более это у нас височная часть, да? Кстати, если у вас реально нету большого зеркала, вот, можете себе вот таким вот макаром распределять, как я делаю, да? Если вы не любите тратиться на салон косы. Вот я лично, хоть я себе и испортила сама волосы, я знала, на что я иду. Я просто очень хотела белые волосы, вот. Но я в парикмахерской бы не доверилась. Я лучше сама тебе испортить, чем в парикмахерской. Вот, я не считаю, что это слишком какой-то грех краситься самой дома. Наоборот, круто, вы экспериментируете сами. Вам не нужно унижаться, там, ходить в салон ещё и платить им деньги, а не вам краски. Они так без желания делают. Мало салонов косы с хорошими мастерами, вот честно. На рыжинку можете накладывать, вот, кстати. Да? Главное помните, что время выдержки общее 40 минут. Потом сразу смывать. Вот. Вот. И таким макаром мы проделываем всю нашу правую сторону, да? Вот видите, волосы у нас. Вот. Вот. Песочная часть мы... Вот так вот прокрашиваем с вами. Оно должно немного печь. Вот. Это так работают все спецблонды. Ну, а что вы хотите? От порошка ещё сильнее пекут волосы. Это ещё, так я вам скажу. Ну, в общем, вроде бы хорошо прокрашено здесь. Сейчас мы должны ещё что-то сделать. Вот. Вот уже посмотрим с вами. Там у меня уже пошла часть, всё короткие волосы. Там нереально сложно со мной делать. Те, кто не умеет, лучше обратитесь уже тогда к мастеру. Вот. И я знаю все уголки у себя там сейчас. Сейчас я вам покажу, как это сделать легко. Берёте и просто вот так вот там, где вы видите чёрное, красите. Не бойтесь, волосы уже у вас сильнее не отпадут. Если вы встали на этот путь окрашивания, если вам не нравится ваш природный цвет, то уже, увы, ничего вам не поможет. Так что можете спокойно себе окрашивать. Волосы путаются здесь, потому что очень-очень короткие. Видите? Я даже не вижу чёткое... Ну, короче, там у меня беда. Очень короткие волосы, которые посыпались. Их практически даже не видно, что там закрашивать. Понимаете? Выдимаем. Продолжение следует... 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 Ну вот тут вот снизу должно тоже хорошо взяться, поэтому не пожалейте краски, там где черная. Все, друзья, мы закончили с вами с правой стороной. Теперь я сейчас вам покажу, как правильно перейти на правую. Мы берем поочередно попрятки, опускаем вот так вот вниз. И получается вот такая вот картина. Вы с бумажками вот такая вот состоите. Сейчас я покажу вам. Друзья, это мы обработали с вами правую сторону. И сейчас мы будем с вами делать левую сторону. Смотрите, у меня купали за пару минут волосы делаются кудрявыми, просто кудрявыми, вы понимаете? Но очень красиво. Я обожаю, когда у меня волосы вот так. Посмотрите на меня. Такая, знаете, своего рода природная завивка. Вот смотрите, какое оно кудрявое. Ненавижу тебя, но все опять бросаю, отпусти нас уши.